Значит, теперь речь идет, опять продолжаем создавать некую программу для России, но вполне возможно, что это программа в стиле панк, и хочется поговорить о реформе налоговой системы. Значит, на сегодняшний день, вот Герман Грефгет там выступал, говорил по страну Дауншифера и так далее, но у нас устроена налоговая система таким образом, что большая часть налогов платится с человека, то есть на каждом своем работнике, с каждого лица. Поэтому у нас оказывается выгодно продавать сырье, и какой-то поступь низкого передела, типа щебенки, взял скальную породу, разграбил, вот и берет ее щебенка. Оно невыгодно заниматься всякой сложной деятельностью, по той простой причине, что налоговая система организована следующим образом. Раз. Во-вторых, попытка скопировать налоговую систему страны Европы, она несовершенна. В первую очередь касается этого НДС. Я вообще считаю, что НДС существует специально только ради того, потому что специальная группировка людей, то есть мафия, занималась возвратом этого самого НДС. Больше он не нужен ни для чего. Средоходно. Да. Больше он не нужен ни для чего. Это чрезвычайно неудобный, плохо административный налог, который люди пытаются всяческим образом не платить, и успешно не платят. С другой стороны, именно он кормит громадное количество, массу бухгалтеров, которые, в общем-то, только сделаются, что занимаются его расчетами и всем прочим. Это вот такой сквозной и очень неприятный налог. Поэтому было бы гораздо интереснее изучить опыт стран, где были налоговые системы в докомпьютерную эпоху. Тогда, когда отчеты были просты, тогда, когда отчеты были элементарны, и налоги должны быть тоже более-менее прозрачными. Это первое. Второе, то, что мы на сегодняшний день наблюдаем, мы видим громадное количество косвенных налогов, которые уплачивают наши страны. Это косвенные налоги специальные, например, на ВОЗ автомобилей. Мало НДС, есть еще специальная таможенная пошла. У нас есть налог на импортозамещение. Когда у нас продукция из какого-то подобного рода страна, мы просто-напросто запрещем. Каких только налогов у нас нет. В стоимости ОСАГО, как ни странно, тоже большая часть находится в области налогообложения. Потому что не может быть, чтобы разница так сильно различалась между автомобилем в 1,6, 2 литра и 2,4 литра и так далее. Это явно закамуфлированные налоги. Налоги это платится везде. И нам кажется, что мы их не платим. Вот не платим, но у нас есть проблема акцизов на бензин и так далее. И надо разбираться, конечно, эту налоговую ситуацию надо исправлять, всячески образом изменять. Первое, что предлагается таким образом, полностью отменить налог НДС, а перейти вместо него к налоговому собороту. Ну, предлагается очень небольшая ставка, скажем, 3%. Таким образом, чтобы, если у тебя прошли деньги по какому-то счету, то ты 3% эти уплачиваешь и больше тебе как бы ничего не надо. Ну, если у тебя идет оплата в магазине не карточкой, а, скажем, наличкой, то тебе на наличное обслуживание у тебя тоже добавляется дополнительный налог. То есть еще, например, скажем, 5%. И так далее. И сделать ставку на уровне самых лучших стран в мире, скажем, на прибыль организации личных и лиц порядка 10%. С чего собирать налоговую базу? А набирать всевозможного рода налогов на сырье. То есть вот это, так называемое, на пользование НДС. Вот. Вы предлагаете перейти от системы налогообложения людей на систему налогообложения НДС? Нет, я предлагаю сделать такую систему, которая была простой бы и прозрачной. Раз, да? С одной стороны. И таким образом, чтобы налоги собирались в перспективе, на самом деле они не собираются. Не собираются именно с использованием, скажем, какими-то ресурсами, а не пользование на какой-то работе. Соборить от налогов в виде. Да, значит, это еще. Кроме того, надо точно разобраться в той простой причине, в какой, что является полезным, что является нет. Ну вот, например, есть импортозамещение. Люди не понимают, что безумная стоимость автомобилей, она складывается в первую очередь у нас в стране за счет всевозможных налоговых припом. Но хочется замерить, что никакого в импортозамещения по автомобилям смысла нет. Почему? Потому что это отверточная сборка. Современный автомобиль не создает рабочих мест автомобильное производство. Почему? Потому что 100 тысяч в год – это тысяча работающих. В основном это не рабочие, а всевозможные роды обслуживающие персоналы. Поэтому размещать у себя отсталое производство типа автомобильного не имеет никакого смысла. Поэтому мы продолжаем придумывать реформы в стиле панк. И я полагаю, что всевозможные пошлины, навоз бэушных автомобилей должно стать отменены. У нас должна быть... Мы не должны нести ресурсы, так народное население достаточно бедное, на покупку каких-то автомобилей. И оно должно спокойно довольствоваться всевозможными родами автомобилей за рубежа. Трех, пяти, семи леток, десяти леток. Да какие захотят, такие пусть и возят. Они же стоят там копейки. В результате у нас люди могут получить нормальный автомобиль за очень небольшие деньги. Это раз. А вот они и не нужны. Нахрен они нужны. Зачем тебе эти заводы? Это все меры приняты для того, чтобы поддержать заводы, которые находятся на территории России. Но их уже не осталось. И импортные заводы. Ну импортные. Их точно так же заберут эти станки и увезут их нафиг. А с самого начала это не надо было сделать. Ты, по сути, предлагаешь свободную конкуренцию. Да, свободную. И решили и делали. Нет, я хочу сказать, что у тебя бэушный автомобиль создает больше рабочих мест высокоплачиваемых, чем автосборочное производство. Да? Потому что его чинить надо. Да, его надо чинить, его надо обслуживать, его надо запчасти, Евросибы всякие там. Как он? Евросиб? Нет. А он не создает такую вещь, как это воровство автомобиля, а потом на разборке их там в продаже по часам? Ну, наверное, создает. А что у тебя страховка у тебя отменена, что ли? Автомобиль, оно в этой цепочке является не последним звеном. Так что оно здесь необходимо в ремонтах. Нет, не думаю. Для того, чтобы у тебя автомобиль был в БУшный, нужно, чтобы его произвели когда-то новым. Ну да, только не здесь. Да, это не ваня, я говорю. Загрязняет атмосферу, у него выходят. И это все незначительно, это все пустяки. Плюс они это, кто ломается на дорогах и стоит и создает пробки. Все эти вот автомобили, которые... Думаю, что нет. Кто попадает в аварию? Валюции, колеса? Да нет, нет, нет. Это полная иллюзия. Это как попытка в Японии увеличить покупку автомобиля тем, что заставляет людей менять какие-то детали после какого-то срока. Ну там, прошло 10 лет, поменял двигатель, образно говоря, или что-либо еще. Это все попытка, это специальный налог заставить людей на развитие промышленного производства. Нам нет смысла его делать, такого. У нас реальная вещь, мы должны перейти из мышления категории в тоннами и километрами в потребительские преимущества. То есть человек хочет и пойметь автомобиль. Он может получить хороший автомобиль за 300 долларов. Только пусть он его поймеет за 300 долларов. То есть никаких... Хорошая идея по поводу того, что перейти от идеологии принудительного навязывания определенных услуг к идеологии потребительской, когда человек хочет лучше и лучше и лучше. Да, то есть ты как бы это... То есть у тебя как бы будет другая парадигма. Точно так же другая парадигма. Вот на сегодняшний день пытаются возродить швейную и легкую промышленность в России. А на хрена? У тебя все равно трудно в Кампучее будет дешевле. Ну куда ты денешься от этого? Поэтому одна из самых... Трикотаж у тебя будет существовать, точно так же будет существовать, только в ситуации. Я говорю нечто совершенно другое. Это попытка стимулировать противоположно другой способ жизни людей. То есть Россия может превратиться в страну потребления товаров вторых рук, второй свежести. То есть бушных автомобилей и секонд-хенд, и одежда секонд-хенд. Так я говорю, что у тебя обслуживание, ремонт автомобилей, бушных создают больше рабочих мест. Рабочие места, если мы ничего не будем производить, мы будем... Вот он тебе и будет производить. Вот он тебе и будет производить. Вот он сидит у себя, все эти штуки. Достаточно стоимость этих автомобилей выше, чем их стоимость реальная. Которые они продаются. Ты покупаешь за 30 долларов автомобилей, на самом деле он дороже стоит. Так вот, если аксидитическую... Потребительская, да. По потребительскими своими качествами. Да, качество. И ты, у тебя население сильно разбогатело. И отлично создал рабочие места, квалифицированных слесарей, чего-либо еще. Покраской люди занимаются. Чем только люди не занимаются. Громадное количество рабочих мест. А так новый автомобиль продал как бы-то? Да, и ты представляешь, у тебя население с автомобилем в 10-15 раз дороже, чем он должен быть стоить, будет стоять. Рабочие места уничтожаются, по большому счету. Уничтожены, потому что новый автомобиль не требует... Привязывает их к своему автосервису и вообще он... Я не конкретно про автомобили, я вообще про развитие производства как такового. Что я говорю, помимо того, что там какие-то... Нет, автомобили, они... Чем они хороши? Потому что... Если секонд-хенд, баранин, секонд-хенд, там все... Все секонд-хенд. Ну, секонд-хенд баранин... Это нет, это хорошо. Значит, по поводу всего этого, безусловно, должны быть разрешены все генномодифицированные растения и животные, все какие только возможны. Должна быть запрещена... Я готов быть этим первым роликом. Я готов, я всегда разыскиваю. Гена модифицированы. Все вот это должно быть. У тебя должно быть, безусловно, должна быть запрещена реклама. Он, типа, пишет, масло не содержит генномодифицированных продуктов, там, хролик не содержит генномодифицированных продуктов, там, голод запрещена должна быть вещь. Это, как бы, это попытка навязать человечеству новые ужасы и новые страхи. Я тоже не знаю, вредны они или нет, генномодифицированные продукты. Так если не знаю, так не знаю. Это по сети ходят ролики. И не пишет. Биолог, по-моему, даже профессора биологического, который рассказывает, что на мышах она... Да это известная дура, что... Эксперимент. Известно. И в третьем, и в пятом поколении... Слушай, я даже смотрел ее данные, как она делала эксперимент. Она просто элементарно не умеет данные обрабатывать статистически. У меня таблички есть две. Не умеет данные обрабатывать. Но это же такая же фальшивая доктор наука, как и все они. Не суть. Дальше. Ну вот, это такая... Это надо очень твердо понимать, что на самом деле, что подобного рода косвенный налог, связанный именно с автомобилем, а именно здесь он не специальный косвенный налог. Не на электростанции, не на что-либо еще. Этот налог есть. Раз. Во-вторых, это вот, значит, вот этот налог. Он должен быть безусловным образом отменен. Второе. Есть преступный налог на электрогенерацию. Он состоял из неправильных оценок Анатолия Чубайса. Так помните, крест Чубайса. И в результате всюду в электроэнергию нам внесли инвестиционную составляющую. Но выяснилось, что производство не растет. Потребление электроэнергии падает. И поэтому эта инвестиционная составляющая, она принципиальным образом должна быть снята из наших этих вещей. Это раз. Во-вторых, надо обязать снять привилегированное положение атомной энергетики, которое существует в наших электрических сетях. Такого тоже не должно быть. То, что они являются опорными, то есть они все электричество в любом случае реализуют, а все остальные теплоэлектростанции реализуют электричество на рынке, да, по остаточному принципу. Этого тоже не должно быть. Она должна конкурировать вместе со всеми. Поэтому это положит попытки вот этим всяким дурацким перезапустить атомную электроэнергию в России. То есть вот они когда-то говорили о 5 гигаваттах мощности в год. Это, конечно, невозможно. Это никому не нужно. На сегодняшний день еще здесь, если мы снимем инвестиционную составляющую, что-либо еще, наша электроэнергетика кажется несколько конкурентоспособным. И не будет такой ситуации, когда своим потребителям продаешь по 4,5 рубля, а в Китае по 1,5 киловатт в час, как это происходило. Всякие вот такие подобного рода вещи. Вот. То есть... А инвестировать значит что? А? А инвестировать, что будет являться стимулом инвестиций? В инвестиции? Да, что будет являться стимулом для инвестиций? Высокая рентабельность. Низкие налоги, высокая рентабельность. Простота налогообложения. Ну реально. Почему вот сейчас в Ирландии интенсивный рост опять начался? Ну для инвестиций... 7 процентов. Потому что 10 процентов налог всего лишь на... Для инвестиций в высокие технологии без людей не обойтись. То есть там основная составляющая это мозги людей. Ну. То есть соответственно без людей там не обойтись. Ты знаешь, я вообще считаю, что у нас инвестиции в никакие высокие технологии принципиально невозможно. У нас именно в России или вообще в мире. Да. В первую очередь это произошло за счет разрушения репутационного капитала. Когда ты хочешь куда-то инвестировать, например, в государство, оно повозносит так эксперт. Все эксперты у нас фальшивые. Ну, в этом есть какая-то доля правильная. То есть это вот такова ситуация. У нас, по моим оценкам, у нас порядка 50 процентов всех исследований в биологии и медицине, оно не только занимается плагиатом людям. Они занимаются прямой фальсификацией. То есть они эти вычисления не проводят, например, измерения какие-то, а просто их придумывают из головы, заполняют таблички. Как мы когда-то делали на физической лаборатории на ФИСВАКе. Меня даже ловили на этом деле, давали мне за каждую, такую фантазию дали мне две работы. Вот, по физической лаборатории. Вот, такая вот эта рода вещь. И, то есть, отмена ненужных косвенных налогов, которые никому не нужны. Ну, вот просто какой-то приводит. У нас вот столько, 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 столько автомобилей произвелось в год. Ох, как у нас сколько. А мы к ним бампер прикрутили до колеса. Чуть-чуть больше. До коврики положили, а потом стекло начали это делать. Зачем это нужно? У нас сейчас ситуация, что мы с потребительской точки зрения, Влад здесь прав, мы можем потребить тех же бэушных автомобилей и того же самого бэушного секонд-хенда одежды на гораздо больше суммы, чем если бы мы их производили. Дэвид Рикардо давно об этом говорил, что если у тебя есть какой-то товар, и ты производишь его с мерчными издержками, чем другое государство, то ты должен это именно производить на то, что у тебя получается лучше всего, а все остальное покупать. Потому что это прибыль твоя. Как что мы производим? Что наше-то оставить? Ну мы, например, можем собирать чернику. На Украине были эти целые бунты, связанные с тем, что людям давали создавать чернику для европейских стран. Что еще? Всевозможные локализованные версии, например, у тебя гофротару, эту штуку, ты должен делать около рынка. Также ты около рынка сбыть должен делать цемент, кирпич и все прочее около рынка. И самое главное, на что ты должен сэкономить деньги, и что у тебя должны были основы современной экономики, это предоставление высокотехнологичной медицинской помощи населению. Гамма-резаки, протезирование суставов, всякие вот остальные вещи. Операция коронарного шунтирования. Мы можем еще лес, металлолом. Ну лес особо никому не нужен, оказался. Но металлолом, да, вот эти заводы, которые мы понастроили автосборочную. Даже роботов этих невыгодно куда-то перевозить, их можно сразу же здесь металлом взять. Как нахол, в стране такой хватит? Так нет, хватит нормального. Понимаешь, у тебя сделана попытка на сегодняшний день провести, так сказать, здесь я противоречу Глазьеву, сделать индустриализацию любой ценой. Индустриализацию любой ценой сделать не очень сложно в сегодняшних условиях. Почему? Потому что у нас в мире большая часть индустриального производства, оно не рентабельно. Ну вот возьмите все три автогиканта американских, Chrysler, General Motors и Ford. У тебя Chrysler и General Motors просто банкроты, для того, чтобы поживить, General Motors потребовала 300 миллиардов долларов в США. Потому что решили сохранить все автосборочное производство. А Ford выглядят только Ford Finance, то есть та штука, которая занимается выдачей кредиты на покупку автомобиля. Все остальное, остальное бы ушли. Когда ты пытаешься сделать у себя тоже индустриальное производство, это означает, что ты за него доплатишь. То есть ты начинаешь делать нечто с отрицательной стоимостью рентабельности. Вот в чем дело. Не, ну получается, что все в мире лучше нас делают. Нам тогда вообще есть только употреблять, что ли? Ну это же не совсем так, что улучшается. Ну нас пытаются только добывать недра, понятно, там газ, небель, там, условно говоря. Там какие-то минеральные давления, что-то еще в этом роде, и все? Ну, это не так, к сожалению. Все время делается. Вот я видел репортаж, люди решили кварц добывать на Полярном Урале. Построили завод, а выяснилось, что себестоимость добычи в 2-3 раза больше, чем у китайцев. Ну и закрыли. Не стоит там, выкинули деньги. Ну и известный случай с Чубайсом, когда он поликристаллический кремний пытался, где-то под Красноярском завод тоже строили. А потом выяснилось, что технология изменилась, там, в 10-20 раз оказалось его производство дешевле. То есть попытка, и опять у него тоже вынуждены были закрыть. И так далее, и так далее. Нет, это все понятно. Я просто мне говорю, давно уже нас обогнали по технологиям, но тут все другие страны везде есть, из производства, они уже... Появятся. Они уже весь рынок охватили, да, как-то... Ну, это же немножко не так. Я же говорю, что у тебя есть то, что у тебя локализованные версии всевозможные. Вот та же Гафратара, у тебя дальше 200 км везти невыгодно. Цемент везти невыгодно. Тебе кирпич везти далеко невыгодно. У тебя всевозможные локализации, есть громадные вещи. Это раз. Во-вторых, есть способности всевозможного работать на том рынке, на котором... У тебя опять локализация эта есть. У тебя есть операция, например, гамма-резака, высокотекологичная помощь. Это реально помогает очень много сильным людям с онкологией, головного мозга, допустим, или что-либо еще. Но высоко стоимости. Одно это может создавать и громадное количество рабочих нервов, и громадное количество рабочей прибавочной стоимости. Но только у тебя будет совсем другая структура населения. Понимаешь, ты вот помещу, ты забываешь, что нам нужно поддерживать, ты можешь как бы этого потенциала военного. Ну и пусть она его поддерживает. Ну а как, если у нас не будет... А зачем? Производство. А зачем? Индустриальное производство не будет? А зачем? Оно и будет у тебя. Там, например, потенциально оно и будет там у тебя существовать. Какое тебе еще индустриальное производство нужно? Ну, чтобы поддерживать. Ну там же, как бы, в производстве военной техники присутствуют элементы, как бы, двойного, ну элементы производства двойного назначения. Ну сейчас уже не присутствуют. Раньше действительно было такое. С интересом узнал, оказывается, что тот самый двигатель, который стоял на Ту-134, на обычном рейсовом самолете, оснащен Тулой компрессором, стоялся на наш МИГ, который должен был за черной птицей гоняться на такой же скорости. То есть, больше трех махов. Потом наши все-таки с ним не могли сделать стекло для обтекателя головного. Но это бы стоял тот же самый движок. Ровно тот же самый. Дело не в этом, просто как, может быть, движок. Но и какие-то элементы. Стекла там, сиденья там. Ну вот и будешь для них эти стекла приснивать. Для этого надо, чтобы присутствовало все-таки производство индустриальное. Тебе гораздо выгоднее создавать... Маленький завод будет не выгоден сделать? Нет, тебе гораздо выгоднее создавать именно маленький завод для штучного производства этих стекол, чем создавать грамотительный рентабельный индустриальный фрейм. Каковы стекла может быть, но есть сложные какие-то вещи. Ну какие сложные вещи особо? Ну там у ракет, я не знаю, какие-то там. Ну а какой ты будешь к ним параллельно? Все равно вся элементная база у нас на сегодняшний день покупается на Западе. Нет, не вся. Ну практически вся. Нет, сейчас они пытаются... Вы же знаете этот недавний скандал, где вот этот самолет СУ, который сбили турки, к нему вскрыли черный ящик. Ну ничего, чего. Раньше это были специальные проекты, когда записывали дело на проволоку. А теперь они по новой технологии сделали ее. Засунули китайскую флешку. Ну обычную. Не флешка там, не красивая память. Да, ну это и есть флешка. Ну и даже не смогли залить ее пенкой. Пенкой не смогли даже залить. Для того, чтобы она хоть как-то устояла. И она разбилась. Ну и что, это импортозамещение? Не импортозамещение. Не, просто тут, понимаешь, как-то речь идет о технике, в том числе электронике и прочего-прочего бытового назначения, да, там, то это понятно. Там можно в любой купить, там, в американской, в китайской. Да. А военные техники? Специальная вещь была бы, специальный рынок, который для нас был бы очень важен, это завоз, бушность техники, как было в 90-х годах из запада. Стиральных машин, всякого прочего, посудомоечных, тоже было бы интересно. Ну, они и будут покупать новые, пусть покупают старую бушину. Да пусть они и будут покупать. Пусть они и будут покупать. У тебя не должно быть репрессивных мер со стороны государства, которые заставляют покупать дорогую втридорога, вместо того, чтобы купить бушину в 10 раз дешевле. Репрессивных не должно быть нет. То есть, то, что предлагает Игорь, мне кажется, это только первый этап к построению других взаимоотношений в обществе. То есть, построение другого общества, по большому счету. В 90-х годах мы так и жили. Так называемого потребительского общества. И уже в рамках этого потребительского общества нужно воспитывать людей, которые бы стремились покупать не просто бушное, а что-то более новое, интересное. Нет, я-то, конечно, радикально подхожу. Что надо воспитать человека новой формации, который бы покупал исключительно бушное. То есть, ездил бы на исключительно 10-летнем автомобиле. Генчушник. Да, чтобы если она старше, больше машина... Недорог вот так. Машина старше, где больше 9 лет, это считалось бы уже неприлично. Я говорю, купить бушное недорого. Это прямо лозунг государства. Вот, точно так же. Светлым давим в тот сырье, так и так далее. Да, это вот такая вот эта ситуация. То есть, этого бояться не надо. У тебя должны... Мы не боимся. Ну, это другие действия, которые к этому делу не имеют отношения. То есть, те преподаватели, которые нигде уже не востребованы, нас никому не нужны. Требуется БУшный физик. Нет, ну... Они приедут к этому. Это да, это тоже способ. Прогонник 10-ти лет. Да, это обязательный способ. Но это, кстати, есть преимущество. Потому что я многократно говорил, например, в области физики. У нас единственный шанс их опередить таким образом, это заниматься лженаукой. А, ну, то есть, по сути, на самом деле, в области науки мы сейчас являемся, тем самым, потребителем БУ. Ну, да. Вместо того, чтобы быть... Ну, какие-то элементы зафиксируют там. Ну, и ладно. Это хорошо. Сам вот Игорь рассказывает, как он там, Пархоменко и какие-то другие там специалисты. Что-то какие-то новые там, ОКОМИ. Нет, это как раз те люди, которые как раз наоборот живут в своей парадигме, что все лучшее в науку. А сейчас мы, так сказать, по факту видим науку, которая является потребителем БУ. Да, это очень можно реально, путем, если делать, работать всерьез, то реально можно попытаться поднять престиж определенного рода профессий. Это раз. Попытаться хоть навести там хоть какой-то помочь. Нет, 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 нет. Ну, анестезиолог, анестезиолог. Анастезиолог, хирург. Анестезиолог, хирург. Секунд-кэнди. Школьный преподаватель. Почему нет? Но ты для этого, ты для этого должен высвободить громадное количество ресурсов. И что, плохо жили? Каждый второй магазин был секонд-хэнд. И что? Я лично футболки секонд-хэнд как-то купил. Ну, чего? Ну, хватило, я не знаю, на месяц, потому что они просто расходятся, там прямо на плечах. Ну, это были очень плохие футболки. Сейчас секонд-хэнд лучше стало. И там прямо, знаешь, как это выглядит все? Лежит куча такая. Да. Просто морально стыдно, понимаешь? Этой кучей, как помойки. Да, поэтому... Походить какой-то футбол? Да, да, да. Поэтому обязательно... Деньги дарать и думать, что о тебе подумаешь, что, понимаешь? Да, это вот, надо вывести человека новой формации, который в таких вещах не будет стесняться. Ты будешь лираться в этих вещах. Ну, ты же знаешь, что, например, стыдно было ездить на Дэвноксе. Ты знаешь такие вещи? Ну, я не знаю, я же ездил. А на отечественном автомобиле тоже было стыдно ездить. Ну, нет, в некоторых формах, наверное, но я просто имею в виду, что, понимаешь, предлагать какому-то всему обществу какую-то определенную концептуальную схему, как надо жить, то есть... Нет, я не предлагаю... Ну, как потешевле... Я тебе... Нет, шелку какую-нибудь, да, непонятно, сольку и так далее. Генномодифицировать. На самом деле, знаешь, заниматься проекцией собственной жизни, как бы, на другие. Нет. Пускай люди живут как могут. Вот, 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 я об этом и говорю. Пусть люди живут как хотят, так и они живут как могут. Но ты не поэтому не должен им запрещать... А, ты хочешь запретить все. Да, нельзя, нельзя им... Потому что это непродуктивно, чрезвычайно. Это как-то добедных для богатых? Нет, это просто нет. Потому что у тебя, на сегодняшний день, как происходит дело с автомобилями. Ты искусственно запрещаешь людям покупать задешево вещи высокого качества. Для того, чтобы какие-то ублюдочные автопроизводители, которых и рабочих мест не создают, и налогов не платят, и натворить на твоей земле. Нет, ну есть такая вещь, на самом деле. На самом деле, многие вещи их... Например, сейчас приходится ребенку покупать кальгаски. Заоблачные стоят, стоят. И такие же точно коляски, там слегка потрепаные, но можно в 2-3 раза дешево купить. Наивно. Теоретически, понятно, что ребенок... Когда ты покупаешь коляску ребенку, ну что, сколько она не есть? Ну, полгода ее эксплуатировали, понимаешь? Маленького ребенка возились, и ничего не случится. В принципе, логика здесь присутствует. Только еще раз говорю, что есть люди, которые, в принципе, никогда не купят бэуш. Понятно, так пусть они не купят. Ну, они покупают новое. Да, пусть они покупают новое. Вопрос к их запрещению. Нет, не ради них, потому что люди таких не могут, им этот лучший автомобиль бы... Поверь мне, они предпочли бы купить автомобиль немецкой сборки. А не советской. Большая разница, между прочим. Кто, кто хочет купить новое, он купит новое. Да, спокойно. Надо запрещать тем, кто хочет купить бэуш. То есть у тебя есть опять такая штука, что мы берем куда-то все, при помощи налоговой системы, что-то еще, собираем все это дело в единый центр, потом мы их распределяем. Вот от этой ситуации надо отойти. То есть предоставить самому потребителю, ему решать, что лучше. И нельзя на человека вешать большое количество косвенных налогов. Это налог на соль, на воздух, на пользование дорогами. Все это делать нельзя. И так ему тяжело. Ему должно остаться денег на то, что для него является важным. У меня такое впечатление, что ты свою жизнь расставляешь. Увеличение количества налогов, оно ведет к конституции и... И выросло. Ну, по-большому. Теперь тебе выливается одно электричество только, которое ухожено, не правоверно, как этим чубайсам, какие-то инвестиционные составляющие, давит на твои плечи. Ну да, это да. Надо все это снять. Это да, это да. Как можно было вложение в то, что через два года стало никому не нужным? Конечно, как это может быть так? Миллионы, причем, не комментируют. Миллиарды были вложены в то, что через два года перестало быть нужно. Как можно было на уровне государства такое появить? А как можно было эти всевозможные программы сделать? Это приватизация. Как можно уже сколько, 20 лет вкладывать в автоваз, и в итоге ничего не получили? Почему? Ну? Ездят же. Нет, ну понятно, что ездят. Потому что дешево. Я считаю, что, ну не знаю, просто я может всей информации не владею, я считаю, что нам нужна какая-то индустриальная экономика для того, чтобы поддерживать военство. Так у тебя индустриальная... Я просто не знаю, так это или нет. Нет, это не так. Но я тебе могу сказать следующее. Если мы совсем откажемся... У тебя рентабельная индустриальная экономика возникнет, она и так. Если у тебя будет налог с оборота. Почему у тебя НДС так плохо? Потому что НДС это тот налог, который берется именно с индустриального производства. Ну, 18% в любом случае заплатят. Ну, от любого производства. Да, от любого. А к перепродаже у тебя, ты плачешь 18% от разницы от Дельты. Да? Да. Купил по 90%, продал за 100%, а десятки заплатил НДС. Ну, примерно так. Ну, вот. Такая вот эта, значит, ситуация складывается. Если у тебя будет количество оборота, во-первых, у тебя уменьшится количество фирм-однодневок. То есть прокладок, которые ты делаешь эти штуки, потому что на каждом этапе ты будешь платить этот налог. Тогда у тебя будет производитель работать непосредственно с продавцом. Или непосредственно с потребителем. И даже работать с потребителем будет выгоднее. Таким образом, у тебя именно производство, то эта ситуация будет проощряться. А торговая функция, она будет перестанет выполнять такое все пожирающее. Не нужна нынешнему государству российскому прозрачность налоговой системы. Не нужна, потому что... Потому что она позволяет манипулировать денежными и бюджетными средствами как угодно. Ну вот, а нам, если мы действительно хочем что-то построить, то мы должны понимать, что НДС, это слизанный с отдельных европейских стран налог, оказался чрезвычайно конкурс продуктивных наступных вещах. То, что он конкретное производство... Про средства в Украине есть же рентабельное. Производство мебели, чего только. Его много. Просто надо заниматься тем производством, которое выгодно. Производство мебели, еще чего-то там. Я думаю, инструментальное производство было бы выгодно даже в стране. Вполне. Если бы эта ситуация была. А у тебя получается, что у тебя всякое сложное производство, это, во-первых, ты плачешь большой навес за зарплату всевозможные. И плюс ты платишь НДС целиком. И у тебя это становится, оно отчасти сложно им заниматься, непрерывно. И ты понимаешь, что у тебя, например, торговля, которая сидит на небольшой дельте, и вот ты сидишь, они находятся в нерапуранных ситуациях. У тебя в торговой функции всевозможные вещи от производства становятся деньги перетекать. То, что тоже неверно. Поэтому, как бы, в день вот такого простого налога с оборотами и отмена НДС является кругольным камнем настоящего развития страны. Не, ну это правда. И вот если сделать налог прозрачными, так и чтобы от него невозможно было уклониться фактически еще, то есть обороты уклонились. Да. Он по банку прошел и везде зафиксировал. Ну, ты понимаешь, что... Ну, ты понимаешь, что... Ты уже никак не сможешь уклониться от того, чтобы его заплатить. Да, не сможешь. Потому что у тебя банк будет выступать в качестве... Да, банк будет выступать в качестве налогового агента. Да, да. Будь всем выгодно, на самом деле. Ситуация в стране, окажется ситуация, что у тебя производство, которое, я не думаю, что индустриальное, по всей видимости, не индустриальное производство, оно будет такое. Оно будет вполне рентабельно. Тут еще есть просто такая версия, что, ну, знаешь, фактически предлагаешь сделать, давайте, как бы, делаем государственную разумную налоговую систему. Ну. Ну, просто, я когда-то в то время об этом размышлял, подумал, что у нас выслабить, ну, не знаю, там, 50% населения, как бы, это станет не нужно. Типа, бутера, там, эти всякие налоговые, налоговые, инспекторы, инспекторы и прочее, и прочее. Куда их потом девать? Грани нет только рабочих. Туда же, куда гереческие производители госнаркоконтроля. Не, ну, у тебя получается, гереческие представители на фиг контроле ты остался, здесь работает. И остался без работы, ну, большое количество будет идем. Например, маленьких ферBAs просто будут не нужны, если на логу будет просто. Да, да, да. То есть, если ты высвободил кучу налоговиков, потому что, ну, фактически, если на логику будет прозрачным, автоматически вы блокировали, что там, проверят. Теперь уже там первичный документ проверят, бессмысленно, если их налоги все законνят. Они будут другим заниматься. Я еще хочу обратить внимание, они уже ничему не будут учиться. Ты же не хочешь это сделать в один день. Всем им ключи в руки и ремонтируют бушные эти машины. Да, смотри, я еще тебе хочу, и таким образом, кстати, благодаря эту налогу я убил спекулятивный рынок акций. Ну потому что тебе будет невыгодно, вошел в акции, тут же вышел, 30% заплати. Ну я вот полагаю, что и акции не должны быть исключениями. У нас тем более рынок акций в стране уже умер, его нету, уже никого не интересует, сколько стоит бесплатно. Можно же вообще налог с прибыли отменить, так вот сделать, условно говоря, налог с оборотом. Ну я над этим размышлял, думаю, что... Ну сейчас индивидуальные предприниматели, один из способов налоговложения, это 6% с оборотом. Ты платишь и все. То есть доходом ты платишь и все. Можно вообще ввести это? Ну это очень неудобно, потому что с тобой все сидят, на НДС и с тобой они работать не будут. Нет, я понимаю, но если для всех ввести, то как бы уклониться невозможно, как бы, да? Ну 6% это много, я считаю. Ну, угловно, 3%. 3% Для всех ввести, для всех. Уклониться невозможно, да? Да. Как бы не нужны ни бухгалтера, ну, может, для больших фирм нужны там большие обороты, ну, в массе своих фирм, не нужны ни бухгалтера, много веков уже тебя уволят, зачем? Если ты автоматически... У ветерану жижие дубы для того, чтобы рассчитывать эти ваши налоги, для того, чтобы рассчитывать зарплату людям, обсчитывать все отпуска, больницы, для этого бухгалтер нужен. Да, кстати, в интернете сейчас есть сервисы. Документ оборот весь, бумажный, полностью запрещен. Ну, то, что пытаются сделать, типа, в облаках, в электронном виде... Ну, все, только в электронном времени, не запрещен полностью оборот бумажный. Вообще, ни внутри кого-либо еще, нет, все это совершенно невозможно. Нет, я говорю, эту систему можно сделать, только я говорю, и куда будут люди идти работать? Ну, я понимаю, это и такая вот эта ситуация, но нынче... Сколько у нас чиновников? Дофига. И сколько у нас, как бы, бухгалтеров? Тоже дофига. Сколько мы убиваем сразу этот самый, убиваем зайцев? Налоговая система чистая, прозрачная. Те самые, все честные, правильные. Люди, чиновников нет, бездельников нет, все работают, занимаются делом, никакой коррупции нет. То есть это вообще не государство, а рай просто на земле. Все налоги заплатил. Не предъявлять там, на самом деле, нет. Да. И притом я хочу сказать, что при всей такой программе, вот этой панк-программе, она состоит в том, что не нужно никаких репрессий. Ведь у нас же общество придумало как реформы, так сразу же репрессии. Он же думает, что реформатор – это всегда Сталин первый. То есть всегда дыба, выдранные зубы, там, еще чего-то. Чем там любил притом-притом заниматься. Вот. Изнасилованные старушки. Вот и такие. А тут вот такая вот простая вещь. Это, конечно, эти, ну такую программу обязательно сверхнебиральную надо провозгласить. Надо провозгласить сверхнебиральную программу. Вот такую панк-программу. Вот о чем я говорю. И убирать косвенные налоги, все возможные какие-то есть. Все вещи, которые ты платишь, реально тебя обирают, а ты этого не понимаешь, что ты обираешь. Типа вот этого налога на автомобиль. В свое время мы же обсуждали, зачем у нас наша школа. Школа нужна для того, чтобы как-то утилизировать. Утилизировать детей. Да. Как-то вот не получается ли так, что у нас эта система сложная. Но сейчас то, что утилизировать многих людей тоже как бы найти место… Это так, это так, да. Это так. Ну, мы же говорим… Мы же говорим о… Представьте себе ситуацию, которое… Общество, которое не будет заниматься главным розовым утилизацией. То есть она… На сегодняшний общество какая? У тебя есть труба. На этом ресурсе сидят избранные товарищи. А еще есть все остальное население. Все население… Для него, для каждой своей группы предложена своя утилизационная программа. Вот так работает общество. Утилизационная программа для образования. Вы нам отчеты пишите самые как можно больше. Чтобы самое главное, чтобы вы заняты были. Мы вам за это какие-то деньги дадим небольшие. А вы отчеты пишите нам, самое главное. Мы их читать не будем. Но вы нам пишите эти отчеты. Пожалуйста. Для ученых. Самое главное – индекс Хирши. Вы поэтому свои статьи придумываете всевозможные. Где у тебя одна страничка – это текст. А еще одна страничка – это ссылка на сотрудников твоей кафедры. Они на тебя так случаются. У тебя индекс Хирши будет. И люди заняты хренью в результате. Пишут такие фантастические статьи, которые не имеют отношения к действительности никакого. Кроме индекса Хирша. Индекс Хирши у них дофига получается. То есть это общество, где оно построено. Где у тебя есть поток. На нем люди. И рядом есть куча утилизационных программ. От этого надо уйти, чтобы… Поскольку у тебя труба-то это пересохнет поздно или рано. Ну, Игорь, это же как бы наш стажирай какой-то такой. Я? Ну, это ты как бы очередной Томас Моха. Даешь нас какой-то выбор. Ну, это простая вещь. Это же простая вещь. Но если бы было все легко разумно устроить, на самом деле, давно бы уже, наверное, можно было устроить. Это же можно было устроить уже много лет назад. Ну, ты… Нет. Смотри. У меня… Почему-то выгодно, на самом деле, чтобы был бардак, чтобы была сложная налоговая система, чтобы куча народа занимались… Ну, я тебе могу сказать, что в США очень простая налоговая система. Им-то почему-то выгодно. Но вот у них есть сипатка, который мы сейчас вынуждены. Из-за того, что банки издают это МСФО как бы отчет. Ну… Мы теперь вынуждены фирмам, которые в этом банке обслуживаются, создавать сипатка. А что это такое? Ну, это, конечно, вроде отчет, как бы, о том, какого ты отношения имеешь к налоговой системе этого… США. США, да. А-а-а. Он совершенно простой. То есть, там разобраться – это просто ставить галочки, ставить… И, как бы, логика там такая. Если здесь галочка стоит, значит, тут должно стоять. Если не стоит, значит, переходишь к следующему пункту и так далее. То есть, заполняться надо там буквально за пять минут. Теоретически все наши налоговые отчеты должны быть такими же. Ну, вот. И вот тебе страна с простой налоговой системой. Очень. С реальностью очень плохой. И очень эффективной. У них еще… У них еще… Кто-то заинтересован. Видимо… Это… У них еще… У них еще… То, что у нас, боюсь, пока невозможно. У них очень большой налог на недвижимость. Потому что недвижимость от тебя никуда не убежит. Это налог местный. Поэтому у тебя, если живешь в дорогом районе… Да. Ну, вот он такой вот на недвижимость. Нет. И налог на недвижимость и налог… Где… Где… Нет. Почему? Ну, нет. Он… Налог на недвижимость, он явный. Это косвенная… Нет, нет, нет. Это прямой налог как раз на недвижимость. Да, косвенный. Не косвенный. Косвенный – это когда ты покупаешь соль, а там 95% – это стоимость налога. Если ты его не покупаешь, то ты его не платишь. Косвенный налог – это акцесс на бензин. Когда ты покупаешь бензин, там, на 3 рубля бензин, а на 30 рублей налога. Вот это косвенные налоги. А это прямой. Ты вот пришел, как вот… Они зарплату на физическое лицо платят… Ну, тоже это прямой налог. Ты пришел и заплатил 20%, скажем, от своих доходов, там… Или 15%. Это прямой налог. Недвижимость – это опять налог прямой. Ну, там ничего прямой недвижимости нет. Да. На самом деле можно еще около вторую систему ввести. На самом деле заставить физический клиент, как воплотить налоги на прибыль за себя. Да, это обязательно. Это обязательно. Но это очень сложно сделать. Чечни лица перестали уже быть налоговыми агентами. Да, потому что это большая нагрузка очень. Они не должны быть налоговыми агентами. Не должны. Он сам за себя отвечает. Да. Это конечно. Это конечно. Это такая вот ситуация и должна быть. Он должен как в Америке полагаться эти вещи. Да, да. И весь налог на прибыль надо, видимо, переложить на физических лиц. Ну, не весь. У тебя есть понятие налог на прибыль юридических лиц. Почему? Пусть они свой налог и платят. Не, может переложить. Ну, небольшой. 10%. Должна быть простая система, да невозможно. Но свои пенсионные взносы человек должен платить сам. Ну. А если не платят? Ну, соответственно. То и с ним, и с ним разбираться. Не с предприятием. Можно заключать договор о страховании. Да. Не с ним, не с ним, не с предприятием надо разбираться. Ему хватает уже. У нас предприятие всего на сколько сдохнут все предприятия уже. Особенно мелкие, которым эти нагрузка на них это я общаюсь. А не знаешь сколько 50 на хонде сидеть на лобке? Ну, два этажа я видел. Я их сдавал еще. Я один раз зашел в комнату маленькой, там, наверное, было, не знаю, там, 6 квадратных метров сидел, наверное, человек, наверное, 6. Чуть ли не друг на друге, да? Ну, и там у них еще такие большие, я видел шкафы, шкафы с документами. Да, все забитые папками. Салат такие шпачки, глаза очень круглые, как, знаешь, как у наркоманов. Как бы они когда меня увидели, начали орать, долго орали, орали, потом как бы я сказал, молчал, молчал, потом прекратили, и в итоге, что я хотел, там, они сделали. Ну, не важно. Ну, зачем вот такой вот нужен, вот такой вот это? Вообще, пенсионный фонд у нас, на самом деле, пенсионный, цирковать еще сложнее. Сейчас ими. Ну, в общем, короче. И цирковать не надо поменять? Ну, мы, да, я думаю, да. Ну, я просто верить, я приглашаю людей, которые меня вот услышат подобного рода дискуссии просто. Я почти убежден. Да, и обычно там наши семинары. Что? Изборский клуб полно. Ну, имя большой. Нет, ну, я не знаю, кто там слушает их, но реально думаю, что достаточно много. Ну, я думаю, многие понимают, что налога... Ну, почему-то она сложная. И придумать постоянно дополнительные налоги. Да, и придумать постоянно усложнения. Зачем какие-то маленькие? Ну, у тебя есть налог... Ну, я думаю, что налог на пользование дорогами когда-то будет. Ну, у тебя на части забит в бензин, в акциз. Ну, хорошо, на грузовики будет. Есть отдельно транспортный налог, отдельно бензин забит. Да, и Платон, и Платон. Реван Джаристоте. А есть еще платные дороги, да? Да, и платные дороги вообще странная вещь. Ну, ладно. Вот. И все это как бы... Ну, вот новые, новые, новые. Это вот вся эта ситуация, когда мы собираем все, до чего можем дотянуться в центр, потом будем вам распределять все это дело. Ну, такая вот ситуация. Это... Это... Это самое... Это то, что называется... Ну... Как бы это... Это... Слово... Неотъемлемая часть, что ли, это генетика государства тоталитарного, и которая занимается тем, что оказывает. Репрессивная. 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 Репрессивная государство. Вот это неотъемлемая часть. То есть, это вот суть этого государства. Это налоги, налоги, налоги разные виды. Ну, хорошо. Да. Ну, может быть. Ну, самое главное... Ну, Иги, просто новый Томас Мотт, там... Да. Я утопист. Ну, моя-то функция это не осуществить, а людям предложить. Предложить. То, что, как бы, понимаешь, разумных всяких вещей в мире много. Да. Просто состоит то, что почему-то... Нет, ну, у тебя вдруг придет в классе, как сейчас мечтают, очередной муссолини. Нужна ему будет какая-то программа. А тут панки с философского клуба. Хорфигак, у них программа. Философского штурма. Да. Философского штурма, да. Там панки живут. Вдруг уже готова программа. Да, да. Действуют. Просто очень. Бери и действуй. Бери и просто, как бы, как показ в практике действительности. И как кто-то заинтересован. Ну, как бы... Ну, я говорю... Ну, я говорю, что... Я говорю, что... Да. Что отчасти его... Отчасти НД существует именно потому, что существует группировка, которая занимается его возвратом. Это как господин Игнатьев говорил, что есть группа людей, говорил глава Центробанка, которые массово выводят деньги за рубеж. Вот есть группа такая. Это глава Центробанка. Вот здесь тоже я хочу сказать, что не будучи главой налоговой инспекции, есть группа людей, которая заинтересована возвратом НДС, и чтобы весь возврат НДС был сквозь через них. Ну, все.